Всем привет! 35 в тени. Будний день майский. Едем к Николаю. Сегодня весь день. Будем возвращаться вечером. Едем за другом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень странное явление. Николай сдал велосипед на обслуживание в мастерскую. Я хотел похвалить машину сзади. Но что-то хвалить уже перехотелось. В общем, очистили велосипед. Он вернулся, будто из магазина. Почистили хорошо. Даш, представляете, обезжирили систему, цепь сняли, замок поставили. Перевели его на парафин. И начала цепь расскакивать. Он, короче, едет, прокручивает там, ну, я не знаю, усилие какое-то дает. И она у него просто стреляет. Ну, не едет абсолютно. Позвонили в мастерскую, спросили, что это сделало. Они сказали, что, скорее всего, из-за того, что мы вам почистили систему, у вас стали такие большие зазоры, что цепь начала простреливать. Чувак сказал, сошел абразив с цепи, и поэтому вот она простреливает. Смотрите, ребят, почемучка. Классно. Холодно. Заехали на СНТ. Проехали двадцатку. Средние 17. Погода ужас. По ощущениям, где-то 35. Пойдем дальше. Дальше поля. Самая противная часть у нас была гор с машинами и пылью, и Камазами. И она исчезла. Едем дальше. Короче, ребят, мы не удерживаемся мы никак. Уже второе мороженое за 10 минут. Время летать. Время летать, дыня. Кстати, я вот такое хотел взять. Магазин. Я не знаю, сколько нам сахара нужно, но я еще буду такой херненький. Мы сегодня только жарим, я никогда так много не ел. Мы селили два мороженая, я уже себя чувствую, как свинотый какой-то. Это мост строить, но мы будут. Европа-Китай трассы. Я не шучу. Короче, мы не знаем, где ехать. Со всей той стороны везде дорога. Дюна, короче, больше Камазов китайцев, которые по 40 тонн выйдет. Вот в ту сторону мы точно не проедем, потому что я вот там вижу, да? Там уже начало. Ладно, поехали обратно в сторону тогда. Я не знаю, как мы там проедем. Вот поле было прекрасное, офигенное поле. И вот эта вот хрень длится, я не знаю, ну очень много километров. Вот, кстати, виновники. Велосипедисты любят сахар и дырки. Вот такие вот, где темно и сыро. Ребят, смотрите. Вот прям реально технологически правильная дырка. Огромная, блин. Я, кстати, хочу в ней проехать. Я это сделаю. Как там говорят, худо без добра, добро без худо. Нашли дырку. Да там мужики ездят. Ну дырка классная. Сейчас, короче, в ней посидим. Только там, потому что тут все течет, все в гудроне. Фотографию сделаю, едем дальше. Ну вообще, вот такое вот отверстие. Очень классное. Тут главное пройти, чтобы не замазать себя гудроном. Ну, вот так. Бля! Ты понял? Вон я следы надел. Я только на штору нацеплял. Да, да. Фу, бля, я вроде не нацеплял. Посередине наступай, посередине, быстро иди. Я иду посередине. Вау! Давайте проедем. Мы в дырке. А? Мы в дырке. Вау! Я такого еще не видел. Ой-ой-ой. Это очень сильно дезориентирует. Странно, да? Не понимаю, что ты не видел. Ага. Типа того. Типа дорога. С той стороны нет. Вот знаете, что в поле самое плохое? Тут нет тени. Хорошо эту дорогу не перепахали, иначе бы мы встряли конкретно. Встали побалдеть в тенек. Очень странная, короче, картина. Здесь вода есть, а там воды нет. Вот непонятно. Связано ли вот с этими строителями это или нет? Мне кажется, что связано. Буду сейчас руки мытье. Плюс 35. Вы не представляете, как это классно. Так. Смотрите. Плюс 35. Оооо. Вот это да. Ладно. Я прибалдел знатно. Смерч, ребята, смотрите. Настоящий. Смерч. Впервые смерч вижу, кстати. Но на полях это явление частое, наверное. Лугай. Довольно глубоко. И вы не представляете, сейчас едем, и просто жар вот такой, как в бане находишься. Поле черное, греется. Ветер оттуда, а тут деревья. И нам прям это все тепло прижимает. Мы реально сейчас едем, как в бане. Офигеть. У меня такой впервые, кстати. Ооо. Мы сгорели все. Начинает болеть башка. А если начинает болеть голова, то это уже звоночек, короче, очень плохо. Просто перегреет. Короче, если бы мы были на середине того, что мы проехали, еще минут 30 мы бы сдохли. Солнце жарит нереально. Часть дня, оно прям над нами. Страх. Знаете, что нужно в плюс 35? Нужен чебурек. Вот это да. Классно, да? Кукуроб растет в воде. О, башка заболела. Ой. Вау. Корова классная. И вода классная. Корова. В общем, после беляшинства, после чебурека ехать намного приятнее. И вид просто бомба. Корова красивая. Ну, очень жарко, конечно. Если с голой головой ехать, мне кажется, тепловой удар словить, это минут 30-40. Пока пушек. И потом все, смерть. Ребята, корова внизу. Смотри, они меня увидели. Потому что мы перегрелись. Перегрелись. Нашли бревно. Своровали вот откуда-то оттуда. Сейчас будем сидеть, отдыхать, остывать. Рюкзаки сняли. Все сняли. Состояние прекрасное. Пожелайте нам сил. Ну, я не знаю, на камеру это видно, нет? Вот тут видно. Пипец. Короче, отдыхаем. Еще пауэрбанк сел, от которого я камеру-то похожа. В общем, ни одной хорошей новости. Но очень красиво. Охладились слегка в тени. Но нифига не помогло. Едем дальше. Заехали в рощу тубовую. Красота! Солнца нет. Тубы. Трава невысокая. Ландыши растут. Чистотел, птицы. Все пахнет. Прохлада такая. Вообще прям невыносимая красота. Балдеем. Но это лучше, чем поле, да? Хотя и песок местами попадается. Но вообще здесь прекрасно. Я тут жил. В общем, не смогли мы проехать мимо. Дубовая роща. Тенечек. Прохладный ветерочек. Я смотрю вправо и вижу. Это просто, просто что-то невозможное. Никогда такого не видел. Не знаю, будет ли это заметно. Но мне вот в один момент показалось. Вот. Смотрите. Она идет, наверное, метров пятьдесят туда. Это один все чистотел. Короче, я никогда не видел таких полен с чистотелом. Вроде бы обычный чистотел. Можно сказать, сорняк. Но красиво. Вообще пушка. Спасибо за стонкс. Заехали покушать. Куда мы едем? А? Короче, дороги нет. Поехали по дороге. Дорога была, дорога потерялась. Должна быть дорога. По идее, ну, тут видно, тут вот проезд. И она должна уходить вот как-то так. Классная, да? Классная. Такое ощущение, что мы едем по противопожарному рву. Вау. Как же прохладно. Бля, выхали вообще как-то очень странно. Через какие-то задницы, дебри. Но я скажу так. Места красивые. Охренеть. Короче, выехали через дебри от Ягодного села. Какие-то дикие. Не хотели тут ехать вот в данных дебрях, но выехали в итоге. В общем, едем вдоль леса. Воздух свежий, солнце уже садится. Классика. Найти бы сейчас спуск к воде, но... Здесь что-то спусков как-то не особо, но очень хотелось бы. Корень. Нашли прекрасное место. Здесь есть мусорка. Здесь есть туалет. Есть беседка. Мы будем отдыхать со вкусом и комфорте. Все понятно? Что так понятно? В общем, берем газик. Газик мы подключаем. Оп. Готово. Оп. 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 Бам. Проще. Нет. Заработало. Спасибо, господи. Накрываем. По-баски. Все. Поехали. Магия на Курале. А если сюда еще пройти, то можно вообще обалдеть и сказать, я что, в раю? Вот как-то так. На самом деле, хотелось бы сойти к воде. Очень бы хотелось. Но пока варианта такого нет. О, ну тут же все это смешанное, да? Угу. Пахнет какими-то креветками, что ли. Блин, ну мне кажется, препарата тут более чем достаточно. Ну тут мало, мы бы кипятили в два раза. Смотри, ну мне кажется, достаточно или прям нужно, чтобы оно вскипело? А? Она пузырится. Пузырится. Или еще чуть подожди. А на сколько баллон хватает? Не знаю. На один, дедому, человек точно хватит. На три дня. Кто в походу у нас входит, говорит, баллоны на три дня одному человеку, как нечего делать. Ну смотри. Все, закипело. Сколько заливать? Сейчас сколько заливать? Хватит. Все? Да. Заживем. Все, ребят. Кайф. Еще вода осталась. Да, чайфу нету, жалко получилось. Хотели чай взять, и как бы не получилось. Вот такая жижа. Кстати, какой-то бульон белый. У тебя тоже он белый был, да? Да. Вот это типа креветка. Это типа сливки. Да ладно, это типа сливки. Вот креветка, зеленуха, еще одна креветка. Ну выглядит, надо сказать, аппетитно. Всегда надо говорить. Ну все, давайте. Вы это любите, я знаю. Смотрите, какой бульон белый. Белый плюс. Сказать надо, что лапша довольно-таки ничегошная. Она уже заканчивается тем временем. Такая со вкусом каких-то сливочек, с какой-то креветочкой. Ну в общем, пахнет морем и ощущается так же. Марко, вот что, Биг Бонд взяли рекламу? Нет. Ну в общем, не советую. Короче, все закончилось. Классная штука на самом деле. Сейчас будем собирать горелочку, собирать котелочки, мусор вот там, за деревом и поедем. Балди! Ужас! Вот. Все за собой убрали, все съели. В ролл там, в доширак. Вот это все. Короче, лапша была классной. Мусор убрали, фоточку сделали. Музыку послушали. Птичек посмотрели. Ну в общем, кайф, балдежок. Ландыши. Да? Ого! Ого! В общем, заехали в лес. Сейчас должны выехать у места, где строят новую дорогу, переехать эту дорогу, заехать еще в один лес. И потом уже начнутся пригородные СНТшки, там село, уже как город. Короче, в городе почти будем. Правда, нужно будет один район проехать, но это ладно. В лесу очень влажно, душно. На поле было, знаете, вот сухо как, не знаю, ну сухо было. И на тебя дует сухим воздухом. А здесь ты прям потеешь. Вроде не особо жарко, но потеешь. Вот такой лес. Ну вообще места обалденные. Если ты сытый, довольный, вообще волшебные места. Главное на палку не наехать, в спицы, чтобы не попало. Ну вот, ребят, и дорога. Ого! Да и справа можно. О, хорошо! Ну прикольно так, да? Слушай, классно. Слушай, классно. Лимонадик, господи, разливной лимонадик. Я впервые вижу. Николай мне прям какие-то эти рассказывает. Какие-то чудеса. Ммм. Классный. Ммм. Аккуратненько, аккуратненько. Идем домой, приехали, настроение отличное, сытые, довольные, все в грязи, потные. Короче, идем домой. День прошел не зря, уже ночь, весь день катались, все утро, весь вечер, адская дичь. Идем домой. Где посаживал? А? Пойко не заедем. Купи и саночки выйдет. Ага. Что, останавливаться даже не будем? Останавливаться не будем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok